Член появился. Появился, вырос. Единственное, что выросло, это член. Ты знаешь, чем отличается негур от кочегара? Выхожу, таксист говорит, осторожно, их там трое. И вот так вот стоит с этой палкой, здесь горят эти крысы. Бабки, блядь, ходят, смотрят, что происходит. Я вот так показываю гаишников. Поэтому, если вот сейчас есть ребята, которые типа пытаются, типа, блядь, что-то там где-то мутить, крутить, у вас ничего не получится, вы тоже останетесь ни с чем. Вася, Коля, вписка, клево. Чуваки, прилетели в Красноярск, на родину самого смешного человека России по версии Big Russian Boss'а Илье Соболеву. Сегодня поедем на самые злачные районы. Конечно же, в этом выпуске не будет никакого рэпа, потому что рэп, наверное, уже всех задолбал. Рэп умер. Красноярск, встречай нас, ех! Только, только хардкор, только стендап, только прожарочка. Илья Соболев. Привет. По версии Big Russian Boss'а лучший стендапер России. Еще гудок, по-моему, тебя называют лучшим. Да, да, да. Лучший зимуаристом номер один в стране. Но они, конечно же, ошибаются. Лучшим всегда, во все времена, все время, когда я жил, является Пашка Воля. И Паша Техник. Паша Техник. Паша Техник. И Паша Цветомузыка, это рэкетер, которого убили в Красноярске. Это дом 77 по улице Щерса. Здесь я жил. Я жил на третьем этаже, вон там. При мне ставили вот эту лампу. Она освещает, ну, по крайней мере, когда там лампа, блядь, стоит, она освещает вот этот вот вход в подъезд. Потому что, если ты обратишь внимание, здесь ночью нигде нет фонарей. Видишь, вот здесь стоят все железные двери на мусорках. Здесь, короче, мусорный бак. Вот здесь, короче. Было время, у нас, мы делали следующую штуку. Мы были когда пиздюками, кто-то придумал убивать крыс. Палками? Палками. Да. И там были, короче, крысы, они были открыты, были деревянные баки. И мы, короче, начали пиздушить этих крыс. Так, бьешь по баку, пух, они пи-пи-пи. Блядь, деревянные крысы. Мы собрали здесь банду и начали убивать крыс в каждой мусорке. А крысы, суки, эти очень умные твари. И они начали, короче, видимо сообща, они врубились в эту тему и они начали нападать на людей. На вас? Да, на обычных людей. То есть ты идешь по подъезду и на тебя прыгает крыса, сидящая в подъезде. С соседнего двора чуваки узнали, что мы убиваем крыс и начали делать так же. И у нас началась такая тема, короче, банда убивателей крысы в этом дворе, в этом дворе. И потом нам уже сказали, вы что, ебанулись? Потому что мертвые крысы лежали везде. Вон был чувак здесь, который упал с пятого этажа. Он, короче, собрал вот так, гору вот так вот крыс там на улице бензином и поджег. И вот так вот стоит с этой палкой, здесь горят эти крысы. Бабки, блядь, ходят, смотрят, что происходит. Эти кучи горящих крыс горят. Сука. Ебаня себе, блядь, что это происходило? Что это происходило? Сниме это, сниме это обязательно просто. Это был лучший кадр. У меня выпала аж жвачка изо рта. Пломба, пломба. От того, что ты рассказываешь. Знаешь, как было, когда ты заходил, они же воняют мусорки, особенно когда в конце недели. И чувак кто-то сказал, смотрите, я говорю, ты забрел. Когда ты воняет, заходишь, воняет. Знаете, как говоришь, чтобы не воняло? Дышите ртом. И мы заходили так. Ты, блядь, мусорный этот запах, бьешь от них крыс. А вот чувак, опять же, который, я не знаю, живой или нет, он, короче, его укусила крыса одна за палец. Он там, сука, яс, блядь, техно. И вот он нас еще более злой. Твои родители были челноками? Да. Возили одежду? Да. Из Турции? Да, из Турции. Был период, когда было столько бабла. Я помню, вот на диване лежала. Гора денег. Был период, когда было действительно их очень много. Я помню, я впервые тогда, это был единственный мой раз, когда я украл. Я больше не делал, да, я вообще, в принципе, я ничего никогда не воровал. Я взял оттуда 5000 рублей. Это было очень много. Зачем? Их было так много, я думал, может быть, куда-то я смогу их потратить. Я их взял, спрятал, родители взяли деньги, пересчитали и не заметили пропажи. И я такой думаю, так, я украл, получается, деньги. И меня так начала совесть мучить, я не мог их никуда деть, я их сжег. Потому что мне было западло тратить эти ворованные деньги, я их сжег, и мне было так стыдно. Я больше никогда такого не делал. Здравствуйте. Молодой парадок, ваши свадки. Студгородок, знаешь? Студгородок? Да. Сеть-пот, сеть-институт, знаешь? Церковный зал, малый зал. Да. В Лене, там музей есть. Это вы построили? Ну, я маляр студа. А, вы облагораживали это все. Худо, знаешь? Нет. Ну, не так плохо. Вас в школе не учили. Худо, не знаю. Художник. Тожник-то знаем, конечно. Худо, институт. Угу. Там есть. Там есть. Золотые руки. Ну, березина нет. С этим не бесит. Сейчас вообще, мне кажется, что особенно... Она просто грустит. Это просто, знаешь, такая грусть, которая присутствует на улицах, на окраинах маленьких городов. У нас были ребята, которые как бы были хулиганы, наркоманы. Наркомания была тогда. Чем они упарывались? Они упарывались, я думаю, герондосом. Ого, прям так сурово. А, они жестко долбились. Был этот раз мак. У нас в деревне мак срезали головки. То есть опиата самая доступная. Да, да, да. И трава тоже там. Ну, в основном, кто у нас были герондосники, они жили вот в этих вот районах. Это вот такой барачный, барачного типа дома. Это вот, это не свалка. Это вот как бы, это вот, тут живут люди. Это вот, блядь, это... Даже башня какая-то своя есть, мордор местный. Какая-то котельная была. Мы тогда тоже жили на стыке в 90-х. Там тогда тоже менялась страна, из одной переходила в другую. И вот тогда, кто думал, что так просто можно спиздить велик или там что-то украсть, или кого-то ограбить, у них у всех сломалась судьба, ее нет, этих людей нету. Они не видят того, что сейчас есть пиздата. Они сейчас, они не чувствуют, они не могут сейчас съездить за границу, они не могут сейчас читать правильные книги, они не могут сейчас смотреть классный фильм, потому что они или мертвы, или в тюрьме, или они настолько бедны от своего вот этого, знаешь, вот такого... Растащили, распылили себя, и все, и никто, и нигде. Поэтому, если вот сейчас есть ребята, которые типа пытаются, типа, блядь, что-то там где-то мутить, крутить, у вас ничего не получится, вы тоже останетесь ни с чем, к сожалению. Поэтому, ну, не занимайтесь хуйней. Занимайте какие-нибудь влоги, вот как ребята, то есть, если бы не вписка, они бы тоже сгерандосились, своровались, сторчались. По-любому, ребят. Видишь, занялись приличным делом. Он просто, если бы не вписка, он бы и не должен досмотреть. Ребят, я с наркотиками завязал в девятом классе. Ну, камон. Все, камон, вяжите все, и вперед. Вперед! Йо! Современный юмор. Почему он во многом строится на дрочке, хуях, пездах и пердеже? Современный юмор не строится на этом. Просто есть артисты, которые строят на этом свой юмор. Ну, смотри, если брать вот сегмент ютуба, то львиная доля, процентов 90 на нем, это жопано писешный юмор. Ютуб. Да там не профессионалы, там и бланы. Если брать твой стендап. Мой стендап, он и бланский. Он максимально без границ. Он вот как бы вот про все, что вот я вот думаю, хочу сказать, я и говорю. Понятно, в силу там законов, да, я понятно, что там не хочу там быть, зачем-то провоцировать всю эту систему дебильную, которая сейчас у нас начинает строиться. Но как бы я просто шучу про это. Дрочка, сиськи, жопа, вагины. То есть, ну вот я стреляю из этого в людей и просто попадаю. Кто твой любимый советский комик, если такого и есть? Карцев мне очень нравится. Из таких Карцев. Почему это резонирует с тобой? Манерой выступления. То есть я, мою литературу нельзя назвать там какой-то, знаешь, сверхинтеллектуальной. Из того материала, который я говорю со сцены, можно из этого, что его возьмет другой комик, прочитает, будет не так смешно. Я типа пытаюсь убедить людей в том, что это смешно, вот своим поведением на сцене. И так же делал Карцев. У него была была литература сильная, помимо этого. Но он еще это вот отдавал людям. Так же делал Орл Азоров. Его текст содержал крайне мало смеха. Но как он это подавал, я от этого очень сильно смеялся и смеялась вся страна. Вот это, я близок к такой вот манере в отдаче юмора. Твое выступление в Голубом Урганте, где ты был в костюме комика прошлых лет. Насколько комфортно тебе было? Мужик, мужик, хочешь? Хочешь, я тебя разыграю? Хочешь? Не хочешь. Ну и не хочешь, как хочешь. Мне было комфортно очень. То, что я делал, я делал искренне. То есть, ну, не через губу, не через, там, напрягаясь. Мне предложили Орл Азорова, и я сам выбрал из, там, пяти монологов тот, который мне показался интересным. Потому что я мог поболтать с людьми, пользуясь его материалом, но вытащить какие-то свои шутки. Там что-то даже импровизация какая-то есть. Ваня увидел, типа, он говорит, это вот, типа, ну, новый Орл Азоров, типа, ну, вот. Ну, условно. Мне приятно, потому что мне очень нравится этот артист, и я только счастлив. Такой тюнинг, тюнинг приятно. Он вообще там есть, живет, может. Тук-тук. Кто-кто, кто-кто в теремочке живет? Да ты сидел, ты меня напугал. Расскажи про свою школу. Школа у меня была прекрасная. Она в девятом классе, мы первый раз начали играть в КВН, и я тогда начал, типа, шуточки, там, какие-то шутить, да. Вон там, вон, ДК, ДК первое... ДК Кировский. И там проходили первые школьные игры. И вот, прям, вот, вот там. Тогда, типа, все вполне себе шутили. Тогда был КВН. Очень такой спокойный, безопасный, милый. И вот тогда были такие шутки все. По типу, девчонка секс-бомба. Ну, не секс-бомба. Я бы сказал так, секс-петарда. А вот на каких вообще командах ты рос? Какие команды КВН были для тебя авторитетны? О, ну как? Ну, это было классические Сочи, знаешь, там, типа, пельмени. Пельмени, это классика, конечно. Ну, все, что и было КВНом. Что сейчас, это все не КВН. Это залупа какая-то, вообще. То есть, классные парни, но вот все, что вот внутри, это какая-то, ну, мне не очень нравится. У нас есть YouTube, есть какие-то другие, более... Да, и классные. Современные. У меня есть очень много людей, талантливых, которые, типа, такие смотрят на YouTube, такие, да, классно, но вот что там делать? Тю-тью-тью, пупупу-пупу. Боятся ошибиться, боятся как-то двинуться из зоны комфортно, а это же покидая зону комфорта, в кино называется. Когда ты, как бы, вылетаешь из того, что тебе удобно, там, там, как... Ну, вот, у меня было там конкретно вполне. Я пошел, потому что мне сказали в клубе, стендап ты здесь показывать, ну, не надо. Я такой, так, а где мне его показывать? На стендапе, на ТНТ мне сказали, ну, типа, вот, типа, надо вот, как бы, или с нами, или с Камеди. И такой, блядь, типа. Ну, ладно, я сам буду вообще делать. И все, и начал просто сам этим заниматься. Выйдя из зоны комфорта. О, это у тебя что, пистолет? Настоящий? Нет? Ну, типа настоящий. Как будто? Ну, как будто настоящий, но железный. А, ну, давай. Ну, только, когда будет настоящий, так не ходи с ним, ладно? Ностальгия-то появляется у тебя? Да. Реально появляется. Ну, все-таки раньше все было лучше. Все было намного наряднее, намного приятнее, намного... Крысы, опять же, еще бегали. Угу. Хотя я думаю, что ничего не изменилось. Когда я смотрю на эти петины, вот здесь максимально не до шуток. И максимально не смешно. И, по идее, выходцы отсюда должны быть, наоборот, с такими угрюмыми лицами, вот, которые нам встречались на районе. Именно. Но у каждого человека внутри должна быть мечта. Ты должен о чем-то мечтать. И вот в этом дворе жил дядька. Его звали Виктор. У него была семья. Он был пилотом самолета. И я помню точно, у него была... Не помню, это... По-моему, у них родилась дочка или это внучка уже была. Но я помню, что он был с коляской. С маленьким ребенком. Вон там. А он так стоял, у него была вот так вот книжка, английский язык, технический. И он учил английский язык. Потому что он хотел летать на международных рейсах. Офигенно. Все, и он ее читал. Ему было похуй на то, что он в этом дворе все делает. Это очень показательно. То есть, какой бы ты ни был, в какой бы ты жопе ни жил, ты всегда можешь мечтать о чем угодно. То есть, это все у тебя вот здесь. Что он это получил, и сейчас летает. Да, летает. Красавчик. Да, да. Если копнуть чуть дальше, вспомнить твое прошлое в КВН, чего там было нельзя? Нам вообще ничего особо нельзя, мы особо ничего там и сделали. Ну, мы там писали какие-то шутки для старших. А чего было нельзя старшим товарищам? Да, наверное, чего нельзя было? Ну, как всегда, наверное, чего у нас в стране? Ругать власть там? Наверное, я не знаю. Но они и не старались, не было такого у него желания. Бывало ли такое, чтобы ваш материал или материал какой-то из других команд на ваших глазах зарубал Александр Васильевич Масляков? Говорил мне, ребята... Знаешь, что сделали с Левым берегом? Мы, когда приехали Левым берегом, мы играли в высшей лиге, одну восьмую сыграли прекрасно, привезли одну четвертую. Я так понял, что нас спонсировал губернатор Красноярского края. Ого! Да, нашу команду. И вдруг что-то там нарушилось в отношениях у них. И я так понял, что они перестали это делать. И нам вырезали все за день до игры. Мы за ночь, я помню, мы за ночь переписывали визитку, достали какой-то материал на музыкалку. И вот представь, всю ночь мы писали, и вечером в 5 часов игра, мы поспали там 3 часа молодыми, пацаны вообще не спали. И я помню, как мы занимаем последнее место. И у нас ребята, кто вот главный, ну, кто там, Костя там, там, Рома, кто вот был в Левом береге, плакали на сцене, выключали свет, потому что они понимали, что это все, они шли к этому всю жизнь. А вот такое вот отношение. А, у вас нету бабок? Нахуй их. Сатир в интервью Дудю сказал, что телевидение это кладбище. Ага. Почему это так и почему это не так? Ютуб и телевидение в принципе это очень похоже, это брат, на самом деле это два брата. Так. Просто Ютуб действительно брат помоложе, а телевидение брат постарше. И как и у всех разных поколений есть у них некое противостояние. Этот большего добился, этот, блядь, амбициозный такой весь хулиган. Но со временем платный контент, я думаю, что победит. И просто как бы многие будут делать что-то, кто-то, кто сформируется. Просто сейчас же много мусора в интернете и много людей, которые просто делают и делают говно, не говно, все подряд. Я смотрю тренды, думаю, какие нахуй, лизуны, говнуны, какие-то, блядь, мармеладки, блядь, мальчик в мармеладе, блядь, упал в перо, блядь, так круто, смотрим, весело. Ты думаешь, ну, как бы это тоже показатель там чего-то, кто смотрит, тоже феномен. Это такие другие законы совсем. Телеку они непонятны, а телеку непонятен ютуб. Так, безусловно. И смотрят друг на друга и такие еблоны, а эти на них смотрят, блядь, еблоны. Есть же ревность, огромная ревность есть у телевизионщиков, которые делают контент на телеке и они смотрят на ютуб и такие, суки, блядь, типа, почему этот ебучий маргернштерн, блядь, который, значит, выпускает свою хуйню, блядь, такой популярный, а наши артисты, блядь, не такие популярные. Все просто должно, по идее, выкристаллизоваться и мусор должен отвалиться. Надеюсь, что все те, кто не зарабатывают, делают хуйню и не зарабатывают на контенте, они с голоду умрут и у нас, те, кто делают нормальные вещи и зарабатывают на контенте, будет возможность сделать что-то еще больше и с большим вниманием аудитории, потому что они на эту хуйню не будут распыляться. Здесь, короче, вот вон-то в той двери и внизу была качалка. Качалка, в ней мы тренировались, это было 17, 16, 17, 18 лет, вот эти вот 3 года. И там внутри у нас был замечательный тренер Сергей Владимирович, он такой прям был мужик такой настоящий. И он сформировал многих вот, кто был молодым, там приходили разные, у нас люди, у нас был мужик такой здоровый, какой штангист, у него было вот так написано татуировка, ого зло. Понял? Это что означало? Ну, хуй знаю, что это означает? Ого зло. Не знаю, ого зло. Ну, вот что-то означает, наверное. Пусть люди нам напишут в комментариях, если вы знаете, пишите, мы реально не в курсе. Короче, и вот там были такие жесткие мужики, но вот с точки зрения вот там внутри, между собой человеческие отношения были очень крутые, знаешь, такие все прям были такие честные, такие, ну, было, короче, очень ностальгично. ностальгичные. Чемпион. А ты нас не миф. А я что делаю? Одного века. Это были времена, когда ты делал с саном 220, да, сжал от руки 135. Это был у меня один раз, когда я сжал 135, да. Но я тогда, вот этот был момент, когда я, мы там, что-то колол я себе, стероидики, аритаболин, что-то аритаболил, да, стероиды, да, и метан даже съел пачку одну, метан-растеналон какой-то. Это был такой, нафига? Ну, молодой, и что-то вот хочется, знаешь, такого. Хотелось мясо, хотела качаться, да, вот тогда как бы, вот видишь, все закрыто. Тогда вот мы вот так вот шли вот по такой дорожке, вот здесь у нас была сумка, там, мы заходили вот сюда, закрыт, вот-вот-вот-вот-вот. А у тебя на здоровье вообще сказалось, то, что ты химичил, проходил курс печень, там, член? Не успел, член появился, появился, вырос. Единственное, что выросло, это член, стало просто огромное сантиметров в семь. Я не знаю, сколько у вас. Ну, слушай, ну, у нас чуть поменьше. Ну, вот, видишь, брат, потому что я занимался, я занимался и пил специальные тапилюли. Мы просто позже заниматься стали, когда уже ничего не растет. Очень хочется услышать от тебя историю про самый крутой, всратый, необычный, безумный корпоратив, который ты вел. Был случай, знаешь, какой вообще просто вот, когда я еще это небо, это было после убойки, какое-то время затишье. Я жил уже в Питере, я поехал в Выборг, в какой-то дом, который стоит в лесу, там был корпоратив, день рождения. Что-то вел, что-то какие-то конкурсы проводил, это было давно. И там был какой-то чувак, смотрящий за Выборгом или смотрящий за каким-то другим городом, неважно. Просто чувак такой, знаешь, такой крепкий такой. И я над ним шутил, и он шутил в ответ, все было нормально. Но потом он выпил. И я уже когда уезжал, он ко мне подошел, а ну, а ты же знаешь, они же слишком смелые, ну, то есть они же вообще, и он просто вот так вот меня взял, вот так вот, а ему никто ничего не мог сказать во всем этом доме. Представь. Пиздец. Уровень абсолютного, безнаказанного, безнаказан, ну, то есть, безнаказанности, абсолютное. Ты можешь сделать все, что угодно. Уебать невесте, вот прямо сейчас, в который ты пришел, никто тебе ничего не скажет. И он такой здоровый, что я так стою, четыре раза что-то с ним говорю, главное все, я поезжаю. Куда ты поехал? Я говорю, да вот уже надо домой. Он меня вот так вот берет, и вот так вот к лицу к моему подносит вот так вот кулак. Вот так вот. Вот то есть, ну, то есть, для таких людей, мне кажется, ударить человека, ебать, да убить, мне кажется, для таких людей ничего не стоит. И невеста, или кто там, да, невеста, она такая, ладно, надо там, где-то там, туалет там, или как там, когда я скажу, когда я скажу про частушки про Кадырова, пускай на меня перекинут эту точку красную с него, с человека на меня. А там уже идет комба, да, сейчас? Там идет разогрев. Два комика на разогреве стоят. Они минут 15 болтают с людьми, там, шутки шутят. Когда комик заходит в зал, какое лучшее средство, чтобы вот зал взять сразу же? Тут очень важно не показать людям, что ты стараешься быть над ними. То есть ты должен быть вот как они, они же пришли расслабиться, посмотреть, и ты не должен показать, что ты типа, или ты не можешь не макаса или извиняться перед ними, нельзя. Ты должен быть с ними наравне, как они. Они пришли, сидят, смотрят, и пришел, стоишь, говоришь. Пока ты разогревался, у тебя были шутки про Путина, да, про кого ты никогда не станешь шутить. Я на самом деле думаю, что шутить-то можно про все, это уже не важно, как шутить. Есть моменты, когда люди шутят очень плохо про мам, а есть кто-то шутит про них же хорошо, то есть здесь, есть кто-то, кто шутит остроумно про Путина, а есть кто-то, кто делает это не остроумно. То есть, я показывал материал, у меня были люди в зале из, прямо оттуда. Ну, я не, не ФСО, вот, да, вот, кто вы, вот, правильность. Да. И они сказали, ну, это интересно, но, просто не так смешно, если, как бы, смешнее, будет лучше. Сержант Капланский, чему эта история тебя научила? Охрану. Всегда охрана. Всегда охрана. То есть, давайте предысторию расскажем. Вышел чувак и подсек рукой тебя по ногам. Ногой. Он ударил тебе ногой, лоу-кик, и получается, ты упал, подсекся. А за что он так сделал? Я с ним что-то шутил, может, не так смешно, как он хотел. По-моему, ты шутил про героин в жопе. Ну да. Про героин в жопе. То есть, обычная шутка, нормально. Обычная шутка о том, что он, типа, он куда-то ушел, он начал ходить, я что-то начал шутить, что он ходит. Какая-то резкая шутка про него, а он отреагировал на нее, типа, так вот, пьяный, ударил. Он тут же выскочил, и он стоял, и он уже стоял вот так вот. Он ходил, ходил, он что-то там увякивал, кричал, а потом он подошел к сцене и пнул. Но мне понравилось, как ты выкрутился, что ты прыгнул ему, ударил ему в грудь и сказал, так будет с каждым сержантом Капланских. И давно Даня Поперечный делал интервью с Хазановым. И вот, классик, уже живой, получается, описывал ситуацию, как он выходил на большую площадку и понимал, что его харизмы, энергетики не хватает, чтобы объять ее всю, чтобы площадка начала смеяться. Он говорит, у меня было ощущение, как холодный пот льется по спине. Вот, говорит, когда минут через 15 какая-то шуточка залетела, ты так, фуф, выдыхаешься и расслабишься. Я столько не могу держаться без шутки. Как у тебя это бывает? Я все делаю, чтобы они посмеялись. Я пользуюсь импровизационными вот этими вот какими-то наработками. То есть, если вдруг я понимаю, что мой текст не работает, нахуй его бросаю и вообще начинаю делать что порядок, все подряд. Лишь бы они засмеялись. Потому что я считаю, что неважно абсолютно, что ты засмеешься. То есть, я выхожу с ними, общаюсь, они смеются. Выходят в стендап-комик там с ТНТ, заготовленный текст, пихает. Они смеются. Я считаю, что это абсолютно идентичный жанр. Это стендапы то и то. То есть, просто самое главное, чтобы они смеялись. Все, я пошел. Все, удачи, не пуха. Ну что, все готово? Попробуем. Все, все. Поехали. И я сумму. Хочешь ты поболтать? Давай так. Я же набираю. Хули ты уехаешь. Я вот это простотой. Я не знаю, но я сразу пойду, что у вас не начали говорить. Мы же не знаем. Давай так. Ты мне скажешь его число. От 10 до 12. Он его тоже подставал. Давай, какое число говори. 15? Так. Меньше скажи. Денис, 13. Понял, почему 13? И не 15. Понял, почему? А вот высокий мужчина. Вас посвятить, пожалуйста, на барабах. Двумя пушками. О, господи. О, пиздарики. Вот так же. Здорово мне. Ты на бутылке снили? Почему так? Вы видите, да? На бутылке шампанского, да? Правда? Что угодно? Слушай, ха-ха. Как раз зовут? Нет, не ты. А ты тоже на бутылке? Нет, я... Какая-то специальная реакция. Девчонок, ребят. Ну, смотри, тоже чувак смотрит, у него то же самое, та же проблема, что у тебя. Да. Как тебе зовут? Дима. Дима. Все нормально у тебя? Нормально. Холодно? Знаешь, как ты живешь? Ну, 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 в декабре я воеваю за жанрами. Сидит в дом, да? Ты всегда так волну грустишь, да? Дима, что ты делаешь? Что занимаешься? Работаем. Работаем. А кто? Кто-то из команды «Контиритериар Ир» точно не так. Попустим, да, да. Даша, мы же не планы, я не хочу, чтобы у тебя было комфортно. Холодно. Можете носки вынесли, вы чёртите. О, давай мы тебя тянем, привычем к нему. Шапку изданём. Шапку неси. Мы опять ссосу зашьём, пожалуйста. Попустим, с какой у меня уже что-то достанется. Пока, спасибо. Нормально, да, было? Пизда-то. Весело. Хороший был, красавец. Зал вообще заебись был. Зал был вообще отличный. Прям круто. Зал был классный. Конца не хватает, надо какую-то такую философскую, ты знаешь, что ты ушёл. А ты что, не говоришь? Давайте споткаемся. Кто желает? Это то, что надо. Буквально вчера вышел фильм о политическом юморе в России. Сейчас поговорим о том, как в России шутить со сцены о политике, но так, чтобы продолжать лететь. Блядь, а чё все смеются? Глядя на всех участников комедий-клуба, мне показалось, что все ребята, при моей огромной любви к ним, очень сытые, очень несмелые. Вот ты как-то сформулировал, что комик должен быть смелым. И, может быть, они обладали когда-то таким качеством. Но сейчас они наелись, встроились в систему и устали. Ну, глобально, кто там сейчас смело шутит, ну, вот так вот, знаешь, чтобы прям вообще, типа, на любые темы. Поперечный может пошлить про Кадырова. И какие же подарки ты хочешь? Ну, я не знаю, можно такие, ну, как говорится, лучше деньгами. Безусловно, можно говорить, что эти боятся, потому что они на телеке сыты, а этот не на телеке, он не боится. Я не думаю, что люди, которые в телеке работают, они не понимают, когда происходит пиздец. Они все здесь живут. Вот для меня показатель, когда выступают молодые ребята, там, по 14 лет, комики есть, и они сильно прямо говорят про власть, антивласть, знаешь, такие, типа, вот, типа, я там в штаб Навального и так далее. Я за оппозицию, мне нравится Навальный, мне нравится то, что он делает. Почему нет? Это прикольно, потому что это хоть какой-то, знаешь, глоток другого воздуха, не вот этого кислого, который уже, как бы, всех заебал, а какого-то другого. А когда дети говорят о том, что я против этого, для меня это немножко такой, знаешь, они вообще не врубают, что происходит. То есть можно, то есть у всего же есть, как бы, несколько слоев. Это такая многослойная, очень, штука. И вот если поверхностные есть вещи, которые можно, как бы, увидев это все, и засрать всю эту систему. Она действительно какая-то очень такая, знаешь, неидеальная. Я бы сам говорил о том, что мне что-то не нравится, и я стараюсь это говорить у себя в Инстаграме. Я когда приезжаю в города и рассказываю этот гадкий юмор, у меня есть некая сверхзадача. Я убежден, что я это все делаю, потому что это терапия для людей. Они вот эту вот хуйню от меня слушают, письки, вагинки и так далее, высмеиваются про это. Там впереди, внутри, внутри я вставляю, там вставляю, про пенсионную реформу, про правительство, про президента. Они все это, знаешь, такое перемешивается, и люди как бы обсмеяв это внутри на этом концерте, уходят, и у них эта хуйня вышла из них, потому что это в любом случае в них сидит. Так разговоры, что люди мерзкие существа, у нас у всех есть эти гадкие слова, гадкие темы, гадкие мысли. И как бы ты мне просто отдай вот здесь, я это все приму, и поеду в другой город, там выплюну где-то в поезде. А люди как бы очищены, пойдут домой. Почему Камеди кикнул ролик про Путина и котенка? Ой, я, кстати, вообще не знаю. Начали зачем-то чистить, кто-то испугался, все боятся. Правильно, на самом деле, в этом ролике правильно сказал Мартирос фразу «все боятся непонятно чего». Все страхуются непонятно от чего. У нас все боятся непонятно чего. Когда у тебя есть, например, дети, вот просто, вот давайте тоже еще вот возьмем очень простую вещь. У тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть ипотеки, у тебя есть обязанности перед вот этими четырьмя людьми, ты, ты зависит, они зависят от тебя. И когда тебе говорят, не шути про это, ты не будешь шутить. Кто шутит про все? У них нет ни детей, у них нет ничего. У Дани же нет детей, у него нет семьи. Он молодой парень, который может себе это позволить. Дане еще не дали пизды. Вот это вот очень, очень важный, показательный момент. Каким-то образом. Он, безусловно, просто фартовый чувак. Он дерется с системой. Окей, молодец. Но как только у тебя происходит, есть что терять, ты всегда будешь думать об этом. А вот это вот место, где ты брал девушек легкого поведения и их разбозил, да? Или как это сегодня? Нет, мы стояли здесь. Вот как эти машины, мы стояли, только вместо Мерса была пятерка, вот моя белая. Отцовская? Батина, да. Пятерочка была нормально, она у меня была с форсированной трубой на высоких этих амортизаторах от Газели. Ну, и все, охуенно. Главный вопрос. Отец-то знал, зачем ты берешь автомобиль? Нет, никто не знал, вот я ночь убрал, родители засыпали, я выходил, брал машину и ехал. И если бы ты попался вдруг, что бы тебе за это было? Ну, мне бы, ну, как бы было неприятно, наверное, перед родителем. Как дальше это происходило все технически? Вы здесь стоите, что дальше? Андрей, вот мы стоим здесь, например, здесь машина, моя машина, вот здесь вторая машина, сам вот сутенер этого чувака. Вон там, вот, допустим, вот главный. Да, в ней сидят телки. Он был дагестанцем? Он был нерусский какой-то, да. Он был взрослый причем дядь, такой дедушка. Девчонки стоят здесь. Красивые? Ну, по-разному, мы были симпатичны. Хорошо. Подъезжает машина с клиентом, условно. Дальше идет следующее. Они говорят, там-тан-тан, выбирают и вместе в машине там что-то делают или берут машину и едут куда-то, на квартиру, допустим. И моя задача посадить девчонку в машину и довезти, заехать, приехать туда, где она была, дождаться ее, забрать и везти обратно. А свиданка обычно длилась час, да? Обычно час, ну, может быть, меньше. Они зарабатывали очень много. И они зарабатывали так, что они могли смело уйти из этого бизнеса и отложить себе денег и заняться чем-то столковым. Но никто не мог слезть с этой кожаной иглы и пересесть на что-то другое. Потому что легкие деньги, потому что быстро... Я думаю, легкие деньги, легко уже, как бы ты привыкаешь. Мы решили сигаретные выводы? Нет, не брать, не будем. Была типа история... Чувак, короче, приехал на такси, я забрал девчонку, мы поехали, я за таксистом поехал туда. Приезжаем, я ее поднимаю наверх, завожу. Выхожу, таксист говорит, осторожно, говорит, их там трое. Бля. Я поднимаюсь наверх, ну, надо, как бы, что-то, мало ли что, стучусь в дверь, никто не открывает дверь. Ну, и все, я вызываю охрану, охрана здесь такие, ну, типа... Охрану чего? Охрану утелок, которая здесь автономно курсировала в течение всей ночи на машине. Там были больницы, которые занимались... Там были такие борцы, бойцы, короче. Охрана, охрана девушек, да. Да, и они просто приехали и зашли в хату. Так, и с чем закончилась ситуация? Я не знаю, по-моему, там они подрались, выгнали, ну, девчонку забрали. А девочкам, которых ты довозил, ты, ну, как-то симпатизировался, переживал. Конечно, я... Тебе было их жалко? Было, да. Вы с ними дружили? Ну, я с ними, ну, конечно, они нормальные девчонки. Это, это, это хорошие люди, просто, ну, вот они вот выбрали, вот, ну, вот каким-то образом. Ведь судьба, это все такое дело, вот. Кому-то вот, вот здесь кто-то, вот так, как мы, а таких же пацаны вот сейчас прошли, вот хуй пойми, что с ними. Они наверняка сейчас пойдут там или упорятся, или подерутся, и там половина из них я говорю про мечты. То есть я думаю, что, ну, люди там где угодно могут о чем угодно хотеть. Кто-то не хочет просто. Ну, может, эти девочки тоже о чем-то мечтать? Может быть, мечтали, вот что-то у них не получилось, не задалось. Поэтому если вдруг, девчонки, если вы видите нас, я очень надеюсь, что у вас все наладилось, и вы стали чем-то там, чем-то другим заниматься. В общем, сегодня мы рассказываем, друзья, о том, как вылезти из болота и начать заниматься собой. Именно так. Оттолкнуться всегда есть от чего. Даже находясь на самом верху, есть что еще выше. А уж не говоря о том, что ты, когда находишься внизу, отталкиваться легче всего, проще всего отталкиваться от чего-то такого. Поэтому вперед! Как бы показала вот женщина, которая сегодня у нас была, когда она выебала воздух. ты отвечал людям на вопросы и сравнил лесбиянок со свеклой и сказал, что у них 7 месяцев в году течет кровь из вагины. Вообще лесбиянки, я тебе открою честно, секрет, это в прошлой жизни свекла. За такое на Западе тебя сожрали бы. Твоя карьера бы закончилась прямо в моменте. Люди-то смеялись, если бы у нас страна была, где уважают людей, где действительно твои права защищают. Это же было бы так и есть. Потому что люди бы, они бы тогда относились к этому совсем по-другому. Но когда у нас в стране как бы боятся только, например, вот, например, вот эта история резонансная с чуваком, который сбил, врезался на своем Гелендвагене в Ниву и убежал трусливо в Чечню и жил там, а потом Кадыров сказал о том, что зачем ты это делаешь, вернись, и он ушел. Это прям показатель, что у нас, у нас не уважают, у нас боятся. У нас только страхом можно заставить. Поэтому, когда лесбиянка первая, там, например, с огнеметом придет к кому-нибудь, типа, к какому-нибудь чуваку, который над ней шутит, и сожгет его, и потом люди будут думать, не, наверное, с лесбиянками лучше не связываться. Просто у нас, ну, вот так вот, к сожалению, мы вот так вот себя вот воспитали. То есть, я не считаю, что это, ну, это же шутка, это же все было в рамках комедии. Я вообще дерзеюсь с политикой. Если я кого-то оскорблю этой шуткой, если я узнаю, что хоть кто-нибудь обиделся, я скажу, ладно, извините, я не хотел вас обидеть, потому что я все, что делаю, я не хочу их обидеть. Этими шутками я не хочу обидеть лесбиянок или кого-то еще. Но не на коленях и не под дулом пистолета, понимаешь? Когда люди вот так вот делают, это, мне кажется, неправильно. Это вот подтверждение теории, что у нас не про уважение, а про страх. Друзья, вот так по щелчку пальца мы попали из красноярского гетто в элитную дорогущую квартиру Ильи Соболева. Илья, кстати, нас встречает вот в костюмчике, в котором он ведет свадебки, как противчики. Я же просто в обычном домашнем, вы сказали, одеться по-обычному, как кто ходит. Конечно, конечно. В костюмчике босиком, все. Все нормально, все по-людски. Обычные. У меня хватательный рефлекс на ногах, можно взять и такую. Мячик поймаешь? Ну, да, легко. Это твой кабинет, верно? Да. Человек работает. Номер два. А первый где? Первый на даче. Он уже обжитый, он уже такой творческий, намоленный. Там я много чего придумал. Здесь пока не придумал вообще ничего. То есть ты тут сидишь, пишешь стендапы? Ну, стендапы, всякие-всякие шоу, шутки, вот то, что вот придумываю, то, что поснимаю. Какие-то проекты на телек тоже здесь. Окей. Прожарку. Тот самый портрет? Так. Да, это в каком-то городе, это в Краснодаре, а нет, в Ростове. Мне подарила девочка два портрета, один из них выбери, один заберу себе. И вот я выбрал этот, она тот забрала себе в коллекцию. Прикольно. А где тот портрет, который тебе подарили коллеги на день рождения? Он висит у меня в том кабинете, где я вот так показываю гаишнику. Мы шли, у нас офис есть, питерский комедий-клаб, на Казанской в Питере. И мы идем по этой улице кушать. И там, короче, вешают знак, какой-то знак. И стоят машины. Что за знак, непонятно. Мы возвращаемся, и оказывается, вешают знак о том, что парковка запрещена вот здесь. И все эти машины, которые... Эвакуируют. Их эвакуируют. То есть без... Ну, то есть, они понятия не имели, что тут такой знак. А их просто начинают сейчас. Я говорю, а что вы, говорю, забираете там? И там ГАЕС такой очень неприятный, типа, да, не твое дело, типа. Ну, я такой думаю, в смысле не мое дело? Это могла быть моя машина? Я говорю, в смысле, говорю, так не делается. Он что-то там сказал мне. И я, типа, ему показал вот так палец. Все. И он такой, стоять на месте. Короче, все, подходит ко мне, типа, ты что, типа, я сейчас привлеку. Так, ты что, что это было? Ты что, хочешь, чтобы тебя привлекли? Я говорю, вот это вообще ничего не значит. Это просто я, просто я поднял палец. Говорю, я же к вам никак ничего не имею против вот этого, понимаете? Просто палец. Так я показал, вылю вот так вот. Ну, и в итоге все, прошло. Замяли. Это, конечно, я сделал, ну, это некрасиво, меня это не красит такой поступок. Но просто я вот, как-то вот раньше, вот, очень тупо реагировал на вот такие вещи. Ну, мне как бы казалось, что это нечестно. Тебя же лишали прав. Да, лишали. За что? За то, что я проехал под кирпич, который был закрыт деревьями. В июле я ехал на тачке и закрыли лапа дерева, закрыла знак, его там не видно было. А гаишники, гаишники стояли специально, зная это, ловили людей, которые проезжают в большом количестве в этом месте. Привет. Я забыл сказать, что ты же отсидел. Сидел? Так же отлыл. Я сижу, у меня садится телефон, значит, я звоню Наташке, говорю, я, короче, здесь, называю адрес, говорю, давай утром там, типа, что-то надо делать, типа, ну, как-то, не знаю, у меня суд. В милиции, говорит, снимай шнурки, типа, потому что ты можешь повеситься. Типа, у нас такая тема, типа, на всякий случай. Снимай шнурки. Я снимаю шнурки, сдаю все веревочки, все, 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 что может быть, короче, опасным. Все, я сижу, там две клетки. Из одной из них, в одной из них, я слышу, кто-то ходит, рычит, что-то там, так очень пьяно, плохо говорит. И рядом со мной сидел мужик, какой-то грустный, с бутылками его забрали. Он ему говорит, ты только сюда попади, тебе пиздец. Та пустая. Подходит ко мне гаишник, ну, это не гаишник, полицейский. Он говорит, ну, что, ты в какую хочешь, в эту или в эту? Есть два стула. Есть два стула, блядь. Две таблетки. Вот сто процентов. Я говорю, ну, давай вот тогда лучше пики точеные, типа, вот туда. Все, меня, короче, заводят туда. Я лежу ночью, от криков, поднимаю глаза, от криков. Помогите, помогите, что вы делаете, что вы делаете? Вызывайте скорую, вызывайте, почему вы сидите, ничего не делаете, что вы, как вам не стыдно? Скорую, срочно. Такой, ебать, блядь, все. Утром, совсем не просыпаюсь, иду, открываю дверь, у меня суд, меня в машину везут в суд. И он говорит, и они разговаривают между собой. Он говорит, этот-то, который приходил, помер, что ты знаешь, типа, все. Да ну! Блядь. Просто жесть какая-то. Это фильм Балабанова. Это фильм Груз 200. Это вот реальность. Это было в одну ночь. Меня утром повезли в суд, меня привезли в суд. И на суде женщина сказала, судья, она говорит, не документы, не все подвезли, езжай домой. По старой доброй традиции мы не уезжаем от нашего гостя без подарка. И сегодня мы дарим нашим победителям конкурса. Что мы дарим? Мы дарим эксклюзивный мерч. Это майка, у которой на иврите, на горле, написано, залупа лягушки и в общем-то сама залупа в виде лягушки. И на ней автограф. Скорее на ящерицу похоже. Да, брат, но это типа видишь, такая видоизмененная. И здесь мой личный автограф, который я поставил вот этой вот рукой. А чтобы получить вот эту замечательную футболку с не менее замечательной залупой, с не менее замечательным автографом, вы должны как следует прожарить Илью Соболева в комментариях. Но по-доброму, как мы любим. Потому что у нас все-таки атмосферное, душевное шоу. Самый жесткий и классный, оригинальный прожарщик получит эту майку. Как ты реагируешь на шутки Ильи, которые порой ниже поясны? То есть он же тебя прожаривает прямо во время своих стендапов. Если честно, я всего лишь один стендап смотрела и слушала. А было про тебя? Да, да. Я помню, запомнила шутку такую. А я когда забеременела, я поправилась на 30 килограмм. И есть что-то такое, типа она у меня такая широкая, как Невский. Я это забыла. Нет, на самом деле нормально отношусь. Я просто сразу же такая, мне нужно срочно заниматься. И только родила дом и приехала сразу такая ролики. Сразу быстрее качать. Меня еще больше все промотивировала женщина в роддоме. Знаете, такие слифты старые. Меня на тележке завозят. Я такая, знаешь, большая, 80 килограмм. И она такая говорит, а сына, сына, позовите. Нормально. Серьезно? Да. Слушай, про Илью? Про Илью, про Илью. И мне так было стремно. Я такая думаю, нет, все, нужно с ней приводить. Ну вот, я люблю кофты с принтами. Ну твой размерчик, твой размерчик. А вот пачки балетные, это тоже, тоже, да, любишь надеть? Это на праздник. Это меня, это когда, короче, Волочковы вырезали чири, все одевались в такую тему. Простите нас, Анастасия, ибо не ведаем мы, что творим. Что творим. Это вот, типа, это свадебное, да? Это Кристина у Баскова. Всех так одевает. Когда его крестили в проруби. Ярко, так, по-молодежному, чтобы все поняли, что Баскова крестят. Это вот детский угол, и он, в общем-то, максимально, мы вот только буквально недавно ремонт сделали, он буквально, он только оформлен лучше всего. И у меня нет вообще особо никакой одежды, какой-то, знаешь, нарядной, какого-то даже гардероба у меня нет. И мы хотели сделать, типа, как в каких-то, типа, в хороших, типа, состоятельных семьях, у рабыни и зауры, гардероб, а получилась хуйня какая-то. Зато, когда дочери будут играть в прятки, будет играть в прятки. Это вот факт. Вот это для них прикольный угол. Ютубчик сильно помог тебе заработать на эту квартиру? Ютубчик, конечно. Я же живу по такому принципу, что если мне что-то где-то предлагают поработать, я за это берусь вообще без каких-то там вообще переживаний, в том плане, что, знаешь, замарать руки, или там, ну, в том плане, что я не берусь за всякую, конечно же, там, типа, знаешь, парки это пиздато. Но, как бы, все, что связано с тем, что я могу своими там силами что-то реализовать, я за это берусь. Подожди, парки это пиздато, тебе не нравится политический окрас? Да, 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 я за политические вещи вообще, ну, тебе предлагаю. Меня обошла эта тема. Окей, битва блогеров. Битва блогеров, да. Это зашкварное мероприятие или нет? Слушай, это, как таковое, зашквара в нем нету, но просто оно получилось не особо классно. Шутки, которые читали ребята, многие из них сочиняли те же люди, что и делают нашу прожарку. То есть, шутки были хорошие, но тут же не в шутках дело. То есть, не в шутке вообще дело будет смешно или нет. А в том, как ты отыграешь как ты это сделаешь, в том, как ты обставишь момент это делания, как ты это снимешь, как ты это покажешь людям. Что они сделали? Они взяли стрим. Если поставить стрим любого юмористического шоу, просто, и показать от мотора, от команды, поехали, до команды снято, ты увидишь, ты разочаруешься. Потому что контент, продукт, это же, вы сами знаете, это сделано правильно монтажно. Не надо было это показывать вот так людям. Надо было из этого полтора часовой штуки сделать 20 минут классно смонтированное сделано и было бы все классно. Всем бы понравилось. Он напугал людей больше, чем поднятие пенсионного возраста. Эдвард Билл! Я видел вашу миниатюру, она называется корпоратив Лису. В ней участвовали Киркоров, Николаев и какие-то другие звезды. Как вы туда их затаскивали? Филипп Киркоров, а что вы здесь делаете? Я здесь совершенно случайно отдыхаю. Это нам помогал Гарик. Он позвонил, сказал, есть ребята и они хотят классную миниатюру сделать. Приходи, почитают и в итоге так и случилось. Большие такие артисты, они как бы общаются, почему нет? Как и маленькие, они же общаются, я там общаюсь с какими-то там другими чуваками. С вами вот познакомился. Вот такие. Мы типа мы какие-то типа артисты, ну то есть я такой же, как и вы, то есть мы не, понял, не Киркоров. Такой же, ну Коля вот такой уже. Нет, ну Коля вот такой, если сравнивать с Писюном, да, Коля как бы он вот такой. Коля? Вася, все, все. В смысле, Коля? Вася? Вписка. Расскажи, пожалуйста, чем крут Александр Рева? Мне кажется, что Рева крут своей природой комика, которая у него вот, она, ну он, так уж получилось, он его одарила судьба, вот, природа, просто дар комика у него есть. Когда-то он там в КВНе на шмелях на каких-то летал там, что-то я помню, там, что-то, где-то шмели, блядь, он, где-то там, у него в черном КВНе я видел фотки или это видео, и он, короче, с голым торсом в трико, и знаешь, такие члены резиновые, и он так вот, член так вот ставился, да, и у него так вот хуек торчало здесь из штанов, и он так бежал, так за голустьяном, типа, это утренняя пробежка, сын, ну, то есть, так смешно было. То есть, в этом нету особо прямо сейчас. Прямо сейчас? В России? Конечно. А что такое молодой комик? Сейчас молодых очень мало. Гоша Борода. Я помню, в детстве вот моему другу хотели навалять, а он сказал, только попробуйте, у меня батя мастер спорта, а потом выяснилось, что вот по шахматам. В результате еще и батя наваляли. Стендап Гоша Борода, комик из Сибири. У этого концерта неоправданно мало просмотров, неоправданно мало лайков, и неоправданно много дизлайков. А в этом концерте он просто шутит час своих шуток. Но это действительно классно. На вписке есть замечательная рубрика «Звонок фанат». В этот раз мы решили назвать рубрику «Прожарка фаната». Ты обычно цепляешься к работе человека, поэтому мы устроили конкурс на самой оригинальной профессии. Выбрали парочку. Итак, с кого начинаем? Сварщик, который учился с тобой в одной школе, или кочегар из ебеней. Тут надо выбрать. Надо подумать. Ну, давай сварщик начнем. Алло. Привет. Алло. Привет. Как дела? Да ничего. Сижу, скучал, ждал. А ты сварщик? Ты сварщик? Да. Да. А сварщик это типа чего сваришь? Большие или ты просто сходишь с баллоном? Не, я хожу, это всякие, пластины варю. Пластины варишь? Это что-то, это как? Да. Это типа... Ну, это вот, я две хуевины беру какие-нибудь и между собой свариваю их. Ты берешь две хуевины и что-то свариваешь? Ты как Гузеева, да? Она тоже берет две хуевины и делает из них одну цельную. Ха-ха-ха-ха. Хуевину, блядь, на первом канале. Ха-ха-ха. Ты знаешь, что, когда человек долго занимается сваркой, у него падает зрение, а когда очень сильно занимается долго дрочкой, у него образуется волос на руках. Поэтому через несколько лет ты будешь слепой, волосатый. Это все, это было, 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 все. Одна шутка есть, да у нас? Ты не посрамил профессию, добрый вечер. Ага. Привет, как тебя зовут? Влад. Влад, здорово, это Соболь. Ты здесь, на работе сейчас? Нет, но... Просто тебе не видно нихуя, я думаю, ты на работе, чернота какая-то на экране. Нет, 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 скоро пойдешь. А, скоро пойдешь? Так, ты, короче, кочегар, Знаешь, чем, чем отличается негр от кочегара? Во-первых, значит, негр больше зарабатывает, и во-вторых, у него хуй больше. Про то, что негр зарабатывает больше, это по-любому, да. А про хуй нет? А про хуй нет, что ли? Вот слезь с него и посмотри, на чем ты сидишь. Слушай, скажи, пожалуйста, наверное, когда все детстве хотели пойти, знаешь, в детстве все хотят стать космонавтами, мне кажется, знаешь, почему ты хотел стать кочегаром? Однажды ты зашел в комнату и увидел жопу своей бабки, которая дымилась. А что, где ты работаешь кочегаром? В братке. По-братски? Да. Нет, в смысле, в братске? В братске? А это какая-то одна из мыслей работа, какая-то котельная или что там? Ну, это город. Мне кажется, тебя прожарила жизнь. Так. Прожаренный жизнью. Ну, ясно. Ладно, давай, удачи тебе. Пускай у тебя все будет хорошо. Все, спасибо. Давай, до новых встреч. Что ты должен сделать, чтобы сказать себе в какой-то момент я жил не зря. Я здесь для того, чтобы смешить людей. Потому что я больше ничего не умею. И я пробовал делать что-то еще, это нет, не мое вообще. Типа, я вот выхожу на сцену и понимаю, что вот эти там два часа люди смеялись. Я выхожу, и мне кайфово. Я один раз в театре, когда учился в кайфу-академии, мы делали постановку не юмористическую. Я играл плохого персонажа. Была общага на крови, мы ставили там, там был один из персонажей. Иванова. По-моему, Иванова, да. И у меня была роль, я ее играл 7 минут. Я играю 7 минут. Это не юмористическая штука, но внутри у меня в голове они не смеются. Понял? Они не смеются. Это очень плохо. А потом мне сказали, что было наоборот пиздато. Типа, что это было не про смех. А я вот, ну как бы, вот внутренне такой. Поэтому, когда я выступаю, например, и когда люди не смеются, для меня это просто вообще. А когда смеются, я понимаю, ой, я делаю свое дело. И сейчас я там смешу про сиськи письки. Через 4 года, надеюсь, я чуть повзрослею, буду шутить уже там, может быть, не знаю, про политику или там про что-то еще. Или останусь в сиськах письках, но буду это делать уже более изящно. Ну то есть, я не знаю, к чему это будет. Друзья, это была Вписка. Вася, Коля, Соболь. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на его канал. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что побывали в замечательном городе Красноярске. И все дела. Всем пока. Пока еще раз. Илья тебе давал руку, а ты такой стоишь. Похуй. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ребята, переходите на мой канал. Эти, это два, это фрешмены, как принято говорить у людей, которые как бы понимают чуть-чуть немножечко в сегодняшнем дне. Люди, которые двигают тенденцию, которые строят технологии, люди, которые реально харизматичные. А где они? А? А где эти люди? Эти люди иногда приходят к вам в гости и иногда пишут в комментариях. Всем пока. Всем остается в один. Вася, Коля, вписка, клево. Коля, Вася, вписка, 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 вписка. Ты что ли? А, блядь. Иди ты. Ты какие... Ты же в Леониде. А я прилетел. А мы знакомы? Нет, пока мы не общались. А что в Питер подался? Там мне нравится в Питере. Там красиво. Я знаю, там нет. Ладно, удача. Тебе удача. И давай там пойдем. Ну ты понял, что, да? Однозначно. Ладно. Спасибо. Красиво. Сок, я тебе не подогнал. Ну, я... Ну, кто что-то говорит. Хотите сфотографировать на свой? Потом отправим. Там не было бы, что-то было бы. А почта есть? Какая почта? Интернет вообще не будет пользоваться. Вот такая девизуха. Получается. Раз жизни и то. Ну, ладно. Видео будет в интернете. Ладно. Будем время посмотрим. Все. Хорошего дня. Давайте. Подождите. За чем? Все будет. Что-то? Сюда сзади. Где штабка выяснили. Вот куда такой забыu? Точце воина.